Территория водохранилища – это излюбленная зона отдыха армавирцев и гостей города. В условиях самоизоляции здесь немноголюдно, а до карантина. Уже с самого утра сюда приходили для утренних пробежек, порыбачить, отдохнуть и покормить лебедей. Масштабная реконструкция, которая началась в 2019 году, будет продолжена и в 2020. Заканчиваются конкурсные процедуры по выбору подрядчика, выполнение работ по ремонту и благоустройству зелёных зон. Это у нас в этом году городская роща. Работы планируется выполнить уже начать с июня месяца. Определён на сегодняшний день подрядчик. Первый этап реконструкции был начат в 2019 году. Подрядная организация провела масштабные работы по очистке территории, устройству пешеходных и велосипедных дорожек, спортивных и детских площадок. На первый этап работы было выделено более 76 миллионов рублей. Уже сейчас излюбленное место отдыха горожан выглядит совсем по-другому. Причём изменения коснулись не только зоны водохранилища, но и прилегающих территорий. В этом году планируется проведение работ, продолжить работы по благоустройству зелёной зоны и городской рощи. Будут закончены работы, связанные с устройством велодорожек, плиточным покрытием, устройством детских площадок, спортивных площадок, а также будет выполнен въезд с улицы Тенистой. Второй этап работ по благоустройству планируется закончить в августе. Масштабная реконструкция зоны водохранилища Армавира продлится до 2022 года и предусматривает три этапа. Помимо уже уложенных пешеходных и велосипедных дорожек, установленных спортивных и детских площадок, планируется построить бассейны, аквапарк и даже парк аттракционов. Ирина Берек, Евгений Халманских, Служба информации, телеканала 360, Армавир.